Буквально недавно мы всей страной отмечали один из самых веселых праздников в году – День студента. И по такому случаю мы решили заглянуть в Московский политех, очень известный и исключительно современный институт, где студенты, будущие специалисты, работают над очень сложными и высокотехнологичными проектами. Ключевая образовательная инновация – создание передовой инженерной школы. Учатся тут, правда, совсем не школьники, а бакалавры, то есть люди, уже получившие высшее образование. Главная задача такого подхода – предельно сократить дистанцию, которая разделяет консервативные учебные планы и мобильную, постоянно меняющуюся индустрию. Это значит попытка снова объединить промышленность с университетом. Это ключевое, чтобы у нас был какой-то развитый. В этих стенах студенты работают над совместными проектами института и его партнеров, среди которых крупные российские компании. Проект, который нам дают, он не только сложный, он еще с очень сложным дедлайном. Они тебе говорят, не три года для разработки, не пять лет, не семь лет. Это восемь месяцев, ребята. Молодые инженеры разрабатывают автомобильную мехатронику для НАМИ и КАМАЗа, сотрудничают с Автотором и Карди в области промышленного дизайна, а с командой G-Drive Racing по части гоночного инжиниринга. Более того, сейчас здесь ведется работа над новым болидом с гибридной силовой установкой. В нем принимают участие студенты, которые разбиваются на рабочие группы по нескольким отделам. Отделам силовая установка, динамика, композиты, шасси, электрика, электроника и непосредственно гибридная установка. Это для нас новый отдел, собственно, ребята, которые занимаются проектированием, разработкой именно гибридной части спортпрототипа. Впрочем, и многие студенты, выбирая высшее учебное заведение, останавливаются на политехе именно из-за тех возможностей, которые он дает студентам. Самым главным для меня приоритетом было то, что я могу сделать на протяжении всей учебы своими руками. Моя гордость, которая – это система управления коробкой передач для электроквадроцикла. Я написал программу, сделал приборную панель и с выводом на экран режимы въезда. В общем, действительно продукт. Еще один интересный проект института – полностью автономный шаттл для закрытых парковых зон. В любом случае, практический подход к подготовке инженеров особенно оправдан сегодня, когда даже от молодых специалистов потенциальные работодатели требуют опыт работы над коммерческими проектами. Продолжение следует...